Задача, то что я хотел бы сегодня вам рассказать о том, что у монобрендов как Oracle есть такие прикольные вещи, которые называются Сибирь. И в том, что этот самый Сибирь уже ушел из самого простого места, которое называется для больших компаний, да, и он уже переходит в, в принципе, такой как CRM-систему, самую простую CRM-систему, но которая может интегрироваться с другими Oracle продуктами. Ну и приведу самый простой вариант, как его можно заинтегровать с Business Intelligence. Но перед этим опять же покажу вам всем, в чем есть такой Сибирь и с чем его едят. Покажу на базе e-Communication. Это то, что используют операторы связи, это то, что используют колл-центры банков. Достаточно такой большой у меня с ним был experience именно с e-Communication, то есть, либо Systems Enterprise Management. Вот так вот. Значит, я выбрал вам показывать на Innovation Pack 2015, так как Innovation Pack 2016, к сожалению, у меня руки до него не дошли, и я его еще не тестировал. Вот, но все дело в том, что этот самый Сибирь я собрал на базе сначала High Interactivity и потом добавил к нему OpenUI. Все покажу, все разрешу потрогать и что самое интересное, то есть я не буду дарять виртуальные машины, вдруг кому-то там потребуется поработать с Сибирь, посмотреть, что это такое, хотя бы понять, как это все дело работает и зачем оно все надо. Начнем с... Значит, Innovation Pack 2015 будет характерен тем, что они переработали всю структуру как High Interactivity, так и переработали структуру Workflow, Business Objects, Business Components, значит, добавили достаточно интересную реализацию связки Object Manager, Business Components в Object Manager и ну и стали использовать, значит, OpenScript вместо Сибирь скрипта, OpenScript это такой своеобразный, такой JavaScript, вот, ну, ну, но со своими ограничениями. Как вообще все это выглядит и как это, как с этим бороться, как это все увидеть? Значит, я как человек прагматичный, сделал, вытащил два скриншота на базе High Interactivity и OpenUI, ну и, соответственно, покажу их вам вживую, как все это выглядит. Для того, чтобы видеть вживую, как все это дело выглядит, дайте мне найти, вот здесь у меня буф, вот оно, это OpenUI. Он характерен тем, что он кроссплатформенный, то есть он может запускаться на всех браузерах, также можно создавать линковую систему и на базе, ну, по крайней мере, те коллеги, с которыми я раньше работал на Oracle, они использовали NativeScript для написания кроссплатформенных приложений для мобильных устройств. Самое известное такое кроссплатформенное приложение, которым многие пользуются, это Мой Киевстар. Ну, пример еще таких приложений. Это Мой Укрси Банк. Они все построены на единой NativeScript платформе, используют JSON-овские реквесты, где-то часть REST, где-то часть WSDL. Вот, но сам прикол заключается в том, что вот само приложение, которое, оно связывается, оно связывается просто через бизнес-сервис, который инвокается бизнес-компонентом. Такой вот самый простой вариант. Так, как входим в Sibyl? В Sibyl мы входим через садмин, такой супер-юзер. Кому интересно, пароль, логин-пароль, садмин-садмин. Ну, и так, чуть-чуть подождем, пока он все, у меня уже запускается быстро. Вот, это окошко первоначальной стартовой страницы Sibyl. Так оно выглядит в OpenUI. Все построено на JavaScript. Вот такой вам своеобразный пруф-линк на всем этом деле. Значит, самый прикол заключается в том, что Sibyl достаточно трудно поднять, поставить на Windows платформу. И вот этот большой Sibyl, который здесь вам показывается, он достаточно трудно связывается с роковой базой. То есть, сразу мой совет, если кто будет его ставить, всегда используйте систем DSN, который создает Sibyl. Более корректно, более правильно работает. Имеет тайм-ауты по передаче данных в роковую базу. Ну, в принципе, все. Вот, я использовал для связки Sibyl. Сейчас вам покажу это все дело. Для того, чтобы поднимать. Вот это, кстати, так выглядит High Interactivity. Одна из недостатков High Interactivity, он работает только на Internet Explorer. Итак, для того, чтобы использовать, точнее, поднять сам Sibyl, я использовал 11-й роковый клиент, 64-битный. Вот, он на нем не поднялся, не стал запереходить. Все, поэтому пришлось поставить 32-битный клиент. Значит, Sibyl сам поднимает свой клиент. Так называется он SBA-82-DSN. Это его родной. Он его ставит сам, запускает через него сам, и сам через него начинает работать. Особенность Sibyl заключается в том, что в первую очередь он имеет свой сервер. Здесь он находится в этой папочке Sibserver. Да, этот Sibserver регистрируется в Gateway. Вот, и для того, чтобы, если мы будем где-то там переносить, апгрейтить и тому подобное, нам надо обязательно сохранять конфигурацию Gateway. Здесь, по-моему, да, она здесь находится. Сейчас я найду-то. Да нет. Да, он не попал. Скипнем пока. Сейчас быстро не вспомню. Итак, надо сохранять обязательно конфигурацию Gateway и сохранять Gateway File System. Вот этот папочка. Ну, я посоветовал бы всем то, что я делал. Когда работал, сохранял полностью Gateway Server и из Sibserver сохранял Sibyl CSRFник. Это конфигурационный файл самого Sibyl. Вот. Физически саму конфигурацию Sibyl хранит в рокловой базе, но ее локальную копию он хранит на жестком диске и при старте своего сервиса он ее читает. Если там конфигурация не сравнивается, там получаются какие-то проблемы, он не стартует, пишет кучу ошибок. Вот. Основная ошибка – это ошибка компонент-менеджеров, object-менеджеров. Ну, достаточно сложно некоторые ошибки понимать, трактовать. Вот. Но большая часть ошибок всегда была связана с тем, что либо нету конекта к Gateway, либо мы что-то неправильно сделали в Tools'ах, когда конфигурируем какой-то объект. So, let's continue. Значит, вернемся к нашим парам, которые будут называться Sibyl Call Center. Вот. Значит, основные плюсы. Первое – класс-проформинист. Второе – Innovation Park 2015. Они перерабыли вообще все полностью в Call Center и сделали его доступным не только с браузеров, но еще сделали, типа как тянущийся сайт, который доступен будет на мобильных устройствах. Реально круто. Ну, то, что я тестировал, ну, никогда у меня так не получалось. Его нормально загрузить, нормально, точнее, с ним работать на мобильных устройствах. Это такой неприятный бах в сторону Oracle. Значит, если мы будем говорить про OpenUI, то есть мы можем… Например, давайте куда-нибудь перейдем там. Какое-то красивое место. Давайте в Home пойдем. Даже в Аккаунт будет интересно. Вот. Вот здесь, вот уже вот в этом окошке мы можем заинвокить OpenUI скрипт, либо же поставить ссылку на JavaScript, который у нас может быть вызван в… фрейме, даже не знаю, как это правильно назвать, в текущем окне, в текущем верхнем оплете самого Сибеля. Вот. Там, наведение… Ну, смотрите, я сейчас подвожу, да, он должен показать, типа там что-то, типа какой-то у меня там аплит, что-то такое. Уже они не показывают, все показывают. Или нет, показывают. Ниспадающие окошки. Это все сделано на OpenScript. Опять же, через OpenScript мы всегда можем инвокать JavaScript, и все будет работать. В тот же самый момент идем сюда, аккаунт. Блин, что-то плохо, мой аккаунт. Здесь никаких подсказок. Нема. Здесь есть только название самого поля, вот, и то, где это хранится, там, в базе данных. Вообще, в принципе, чтобы определить наименование записи в базе данных, мы с тобой можем пойти через Help, AboutView, и посмотреть, с какой вьюхой мы работаем, с какой у нас вызывается апплейт, какой вызывается бизнес-компонент, ну, и на каком скрине, конечно же, мы висим. То есть, вот эта вся связка, она описывается через Sibyl Tools. Вот такой яркий пример Sibyl, который называется, ну, в Sibyl он называется, как инструмент визуального программирования. Классно, круто, ничего не скажу такого. Тот экспириенс, который я с ним имел, у меня был связан с добавлением некоторых вьюх, добавлением некоторых апплетов, ничего больше. Вот, то есть я, опять же, признаюсь честно, не сильно много работал с разработками, достаточно много работал с конфигурацией Sibyl, связкой Sibyl с другими бизнес-системами. У меня был такой экспириенс связки Sibyl с Foreson, со связкой Sibyl с управлением базовыми станциями. Ну, такое это вот. То, что я делал. Продолжим. Итак, мы говорили о вьюхах в Sibyl. Вот, значит, Sibyl имеет интересную политику лицензирования. Как таковой он бесплатен, но различные компоненты, к примеру, как компоненты отчетов, она требует лицензирования, ну, и стоит, конечно же, кучу денег. То есть, если мы будем говорить про там My Dashboard, да, вот здесь должны будут показывать, должны показываться графики Business Intelligence, да, они мне не лицензированы, и тестовую временную лицензию мне не дали. Поэтому могу только рассказывать, как это все делается, вот, но, поверьте мне, оно так работает. Ни один десяток уже компонентов были связаны так вместе. Продолжаем. Что есть классного в Sibyl, именно, вот, в HANDR Activity. Первое, HANDR Activity имеет у себя, так называемый, мобильный клиент. Вот оно. Он может конфигурироваться, к примеру, его стартап может конфигурироваться, здесь я описал его, стартап, что у меня будет инвок от сервис DataSource, который инвокает подключение к Oracle, передает туда пользователя с админ, с паролем с админ. Вот, сам конфигуратор, сам конфигуратор находится вот здесь, и представляет собой не что иное, как простой текстовый файл. в моем случае у меня исполняется TED-компонент, мне показывает, что меня обращается ConnectString, я SibylTest, это база, которая у меня, Sibylевая, TableOwner, Sibyl, и Enterprise-сервер, который зарегистрирован в Gateway, это SBA82. В принципе, файловая система, но здесь у меня файловая система, только для мобильного клиента указана. Также вот этот мобильный клиент можно, опять же, запустить с OpenUI формой, для этого нам придется взять небольшое изменение, вот видите, здесь UnableOpenUI, Fails у меня он стоит, если я его поменяю в True, у меня запустится такой же OpenUI, как у меня был запущен через Chrome. Continue, значит, так, что у меня там дали, вот, это по High Interactivity, опять же, High Interactivity, если кому интересно, доступен на RDP, я сделал через мобильный клиент, не хотел вводить через EES, вот уже хлопотно, геморно, потому что сейчас мне надо было создавать два Object Manager, один Object Manager у меня бы обслуживал OpenUI, а другой Object Manager у меня бы обслуживал High Interactivity. долго неинтересно, вот, и на следующем слайде такой, основной недостаток High Interactivity, опять же, это Internet Explorer, все, он, он работает сугубо только на Internet Explorer, и при том же, есть ограничения по Internet Explorer, значит, он не дружен с Internet Explorer ниже восьмого, и при попытке, когда он там будет запускаться, там, увидите себе, в принципе, окошко Сибеля на старте, вы увидите, вот, но в логах мобильного клиента, ну, либо же в логах сервера приложения, у вас будет сказано, что не поддерживая платформу, пожалуйста, перейдите дальше, там, такое, вот, многих кастомеров это нервирует, но некоторые борются с этим, то есть, они ставят там тулбары дополнительные, все, все, после этого начинают работать, дело гибло, но решаемое, поэтому OpenUI, физически OpenUI был сделан, опять же, скажу, для кросс-платформы, для кросс-браузерности, и и что еще к нему, к OpenUI, да, ну, и достаточно, опять же, сложный переход, если у вас был Сибирь, который был, к примеру, 2014 года, либо еще более ранее, там, 2011 годов, да, это версия 8.1.1.1.11, 8.1.1.0.9.0.8, вот, для того, чтобы переехать на 15-ю версию с нормальным OpenUI, будет, во-первых, вам придется проапгрейдить басс, вам придется проапгрейдить саму NT2 Сибеля, вам придется проапгрейдить gateway сервер, потом интернет, веб сервер самого Сибеля, В общем, если честно, на прошлом месте работы я переезжал с High Interactivity на OpenUI больше четырех месяцев. Ну, в конце концов, это, конечно, получилось, но это вышло такими большими страданиями, что в некоторых случаях нам пришлось добавлять некоторые таблицы в базу данных, в некоторых случаях пришлось закидывать блок-объекты, которые инвокались для создания этих таблиц. Но все заработало, и все стало круто. По крайней мере, заказчик был нами поражен и доволен. Даже вы там, кто пользуется МТС, замечаете, что иногда у них происходят такие интересные вариации, когда увеличивается скорость передачи данных в 3G-сетях. Окей, перейдем к интересным вопросам, которые называются «Как же заинтегрировать Oracle Business Intelligence в Sibyl?» Если мы рассмотрим бизнес-интеллигентскую линку... Опять же, я человек ленивый, поэтому я сделал сэмпловыми данными. То есть мы видим, что у нас используется линка, то есть IP-шник сервера, порт, аналитика. Запускается с ODLL, оно запускает дашборд, и в этом дашборде оно инвокает Portal Pass. В моем случае это Shared Sample Portal Quickstart. Чтобы не логиниться сюда с помощью пользователей, мы можем выполнить очень такой... Ну, типа такой своеобразный ход конем, да, мы можем передать сюда юзернейм и пасворд. Ну, там, где я работал, мы использовали сибель юзернейм и сибель пасворд. Вот, здесь я использовал для интеграции WebLogic и пароль WebLogic. Значит, чтобы было понятно, здесь у нас пароль, логин, пароль на доступ сюда. Выглядит вот так. Значит, идентификатор пользователя WebLogic. Пароль WebLogic с единичкой. Вход. Да ну, вы что мне говорите. Да, WebLogic 1. Сразу попадает на Sales Summary. Ну, работает. Все это дело интегрируется в Сибели достаточно легко. Нам нужно просто будет поставить в Символик URL значение хоста порта. И нам надо будет поставить Portal Path, который нам будет отображать эту статистику. Значит, эта статистика вся будет отображаться в так называемом поле E-Frame. И можно закинуть вот это поле E-Frame, ее можно закинуть сюда, требует лицензии. Значит, идем через Sitemap, Administration Integration, потом мы имеем Host Administration. Здесь у нас есть Analystic Server Name, Analystic Server Name, Port. Это есть не что, но Analystic Server Name and Port. Это IP-шник плюс порт. Дальше. Символик URL Administration. Sorry. Видим, что здесь у нас есть, например, Analytics Administration. Мы видим, что мы уже сразу имеем SODLL. Ну и, соответственно, дополнительно нам потребуется выполнить админовский командлет, пост-реквест, ну и, соответственно, те константы, которые мы будем передавать в вот этот сервлет. Вернее, вот этот символик URL будет исполнен и показан в E-Frame. Ну, либо же можно создать через BI-Report Shop, и тогда нам придется реализовывать компонент, BI-Report-компонент, который будет напрямую связан с Oracle, с Business Intelligence, и он будет инвокаться в виде отдельного интернет-фрейма на всю веб-страницу. Если честно, это один из самых легких вариантов интеграции, которые я когда-либо делал. Но есть маленькие тонкости. Эти тонкости связаны с тем, что мы должны будем в сам-instance-конфиг разрешить интернет-фрейм интегрейшн. И в WebXML параметры Frame Boosting поставить значение Never. В принципе, это все. После этого перестартовывается у нас WebLogic Service. Чистим кэш. И все. Значит, краткую инструкцию к акции работы. Вот она написана. Я ее добавлю. Хотел бы еще немножко вернуться к нашему Сибелю, особенно к его версии High Interactivity. И, к примеру, показать вам, как на нем... Вот на самом деле, High Interactivity можно его настраивать под себя. То есть, видим EditLayout. Можем добавлять сюда дополнительные функции. Например, ShowApplets. Добавляем это все в DefaultLayout. И, к примеру, вот этот Applet открываем. Да. Вот. То есть, мы видим RecentRecords. Ну, он что-то не открылся, конечно. Так. И еще одна такая особенность, которая есть. То есть, как ребята, с которыми я работал, с разработчиками, которые именно сами разрабатывали Сибель, они очень много работали не напрямую с SRF-ником, который хранится в Сиб-сервере. Это центральный файл конфигурации. Они работали с клиентским SRF-ником. Вот. А потом просто change-g переносили. Для Сибеля, при работе с Сибелем и с Oracle, есть такое понятие, как Oracle Review и три среды, в которых работает Сибель. Сибель первоначально для разработчиков использует девелопинг-среду, потом используется тестовая среда, в которой, ну, в принципе, разработчики не должны иметь доступа, но они туда имеют доступ и, соответственно, очень много там перефиксивают, когда приходят с Oracle Review. И, соответственно, продакшн-доступ, к примеру, вот сейчас продакшн-доступ работает для всей Украины в компании Киевстар, в компании МТС. Сибель может интегрироваться внешними веб-сервисами практически с любой системой. Очень известна интеграция с Форисом. Очень известная интеграция с различными микросервисами, которые добавляют дополнительный функционал в Сибель. То, что делал я, я его интегрировал с так называемой вип-абонентской базой компании Vodafone. Ну, сначала МТС, потом Vodafone. Я его интегрировал с учетно-отчетной системой Укарси-банка. Все это дело интегрировалось на базе исходящих веб-сервисов. Сейчас. Веб-сервисы. Inbound веб-сервис. Вот. Но, опять же, есть особенности. Во-первых, Сибель, большей частью, не знает, что такое безопасность, а секьюри-коннекшн. Поэтому используется либо для исходящих веб-сервисов, используется либо Impersonable Connection, либо же исходящий веб-сервис интегрируется с Secure and Sibel Connection. И только после этого он может нормально работать в банковской среде. Вот. В принципе, по первоначальному знакомству с Сибелем я рассказал, что хотел. Если есть у кого-то какие-то вопросы, готов на них ответить. Если кому-то нужна помощь, Сибелем тоже готов обратиться. Я могу сделать еще несколько презентаций по работе с Тулзами. Как, к примеру, создать свой апплет, свою вьюху. Как это все дело потом вывести где-то на экранчик. Как заинтегрировать в апплет E-Frame. Как создать исходящий веб-сервис. Как, к примеру, заинтегрировать Сибель с какими-то внешними базами. Да. Вот. Ну, либо же на этом можем закончить. Если никому не интересно. В принципе, Сибель используется еще в... Очень часто используется в... Медицинских учреждениях. Потому что у него есть такая функция, как медиклиник. Он позволяет шарить свои данные между различными... Ну, не знаю, там, врачами, терапевтами, хирургами. Там, карточки пациентов шарить. Все. Ни разу этого не делал. Но знаю, что это возможно. Плюс консультанты, которые... Сибелевые консультанты, с которыми я вместе работал. Они очень много про этот вопрос рассказывали. Потому что были проекты, опять же, того же Урака, у того же Алиона. Были проекты в Израиле, в Дапеште, там, везде. Там, где ребята все интегрировали. Как бы я закончил. Продолжение следует...